Да, это так называемая Брежневка. Квартира двухкомнатная, но площадь ее всего в районе 45 квадратных метров. Поэтому мы решили реализовать такую смелую цветовую гамму. Домик для холодильника. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room. Проходите. Меня зовут Анастасия. Я живу в Москве, родилась в Москве, работаю бухгалтером. И, собственно, это моя квартира, в которой отразилась моя небольшая любовь к чине, судя по количеству полок. Пока пустых. Меня зовут Екатерина. Я сооснователь архитектурной группы «Картон». И занимаюсь я архитектор, дизайнер. Занимаюсь созданием пространств для жизни, общественных зданий и интерьеров. Сегодня в выпуске мы вам расскажем, как нам удалось в Брежневке с нижними потолками, с небольшой площадью, организовать темную гамму помещений. И при этом сохранить пространство, воздух, высоту потолков и создать уют. Расскажите, где мы находимся, что это за дом и сколько здесь комнат? Мы находимся у меня дома. В квартире две комнаты. Так было изначально. Дом 1966 года постройки. Типовая серия. Да, это так называемая Брежневка. Действительно, квартира двухкомнатная, но площадь ее всего в районе 45 квадратных метров. То есть, это очень небольшая площадь. Поэтому мы старались раздвинуть границы помещения. И в этом нам помогло то, что мы снесли ненесущую перегородку, которая отделяла комнату от коридора. И это нам позволило интегрировать пространство коридора в жилую площадь. Теперь воздуха стало больше, и ощущение простора также гораздо интереснее. Ну и давайте расскажем, кто же здесь живет, да, Настя, расскажи. Здесь живу я со своим котом. Ну вот где-то он там ходит. С волшебником. С волшебником, да. Необычное имя. А какой он породы? Сибирский. Красота. Очень пушистый парень. А расскажите, что здесь было до ремонта? Как она выглядела? Здесь была старая квартира со старым ремонтом. То есть здесь были старые полы, старые потолки, старая сантехника. Все старое. Обшарпанные обои, да, насколько я помню. А что-то удалось сохранить? Да, нам действительно показалось интересным сохранить некоторые детали Брежневки. То есть поэтому чугунные батареи в нашем случае, они стали таким очень интересной деталью, которая передает дух времени. И вот этот вот исторический связь, да, исторический мостик, он есть. И также в сунузле, потом посмотрим, мы решили сохранить форму радиаторов, которая была в 60-х годах. И вернули, кстати, окно между ванной и кухней, оно было заделано. То есть когда вы сюда пришли, оно было заложено? Да, оно было заложено, а теперь его обратно вернули. А сколько здесь получаются потолки? Потому что действительно низкие, это прям ощущаются в чистовом виде. Сколько они? Ну, они по высоте 2,45. То есть это действительно очень низкие потолки. Изначально они были 2,50, но за счет того, что мы немножко выравнивали пол, полы всегда кривые в квартирах, в Брежневках особенно, очень большие перепады плит. Мы боролись за высоту потолков, поэтому мы не стали делать подширных потолков, но мы увеличили штукатурный слой, чтобы скрыть в нем проводку. Но, тем не менее, мы выиграли порядка 5-7 сантиметров на этом. Поэтому, да, такая задача у нас стояла, и вроде как мы с ней справились. А какие задачи вообще ты поставила перед Катей, перед дизайнером? Что для тебя было важно? Ну, важно было как бы переделать квартиру, чтобы она была современной, но в то же время по максимуму ее сохранить. И мы заметили, что Анастасии комфортно вот именно в таких темных, расслабляющих цветах в интерьерах. Поэтому мы и решили реализовать такую смелую цветовую гамму, которая разрушила миф о том, что нельзя ее променять в небольших пространствах. На самом деле можно. Да, и мы сейчас посмотрим в каждом помещении, как у вас получилось. Ну, в квартире две комнаты. Мы сейчас находимся в комнате, которая такая небольшая гостиная, обеденная зона, рабочая зона. Соседняя комната, там находятся спальня и гардеробная. За стеной кухня, ванна, туалет и коридор. Мне кажется, это самое белое пространство всей яркой квартиры. Опять же, да, вернемся к тому, что было до и как это изменилось. Здесь был г-образный коридор. То есть вот сюда был проход в большой комнате и на кухню. Но на кухне проход остался, а большая комната вот. То есть, по сути, как таковой перехода не было. И именно поэтому это тоже был один из мотивов перепланировки такой легкой, чтобы появилось место весьма комфортное для того, чтобы разместить вешалку, выдвижные ящики, пулку для одежды и даже небольшой пуфик, на который можно присесть. А здесь были антресоли? Да, были в коридоре. Вот здесь вот две антресоли. Наверное, совсем был очень маленький потолок. Ну да, и так низкий, еще более занижен антресолями. Их убрали. И тут видно как раз вот эту несущую балку, которая продолжается потом в гостиной. Да, она опять же определила высоту нашей конструкции мебели в прихожей. И, в общем-то, образуется довольно удобная открытая антресоль, полка, на которой можно какие-то корзины поставить или красивые коробки и хранить там шарфы, шапки, что-то такого плана. А светлое это пространство, потому что, опять же, максимально удаленное от естественного света. И, опять же, наша цветовая гамма предполагает минимизацию цветов. Поэтому и входная дверь, панель в светлых оттенках, и, собственно, вся стена со скрытыми дверьми, за которыми располагаются санузлы и туалеты, и ванны. Все это тоже в единой плоскости и максимально лаконично. Ну, давайте поговорим про зону, где можно оставить вещи переодеться, да. А как всегда спрошу, из чего это сделано, да, и по размерам. Это тот же самый материал, что и мебель в гостиной. Более того, оттенки совпадают. То есть стол и навесная полка, они выполнены в тех же цветах, что и наша конструкция в прихожей. Это, опять же, сделано сознательно, чтобы минимизировать цветовую палитру интерьера. У нас открывание ящичков на пушах, чтобы избежать того, поскольку это проходная зона, довольно узкая, чтобы мы не бились боком обо все ручки, поэтому мы решили их убрать и сделать такую лаконичную историю. Есть зона открытой вешалки, зона зеркала, зона скамеечки, опять же, с выдвижным ящиком, где можно хранить средства для обуви и прочая история. И внизу полка, куда мы можем аккуратно затвинуть обувь, чтобы она не мешалась в этой зоне. Ну и вот, конечно. Лоток, да, у нас часто оставляют зрители комментарии про то, что вот есть животное, там есть кошка, а куда вы деваете лоток, обычно все для съемок убирают. Но в этот раз мы решили никуда его не убирать, чтобы все видели, что лоток есть. Чтобы кот доволен, его содержит в надлежащих условиях. Да, да, что все как положено. А щиток тоже вижу здесь на стене. Да, щиток, опять же, это максимально такое удобное место для доступа. И даже если кто-то приходит, электрик со стороны, не обязательно ему уйти там куда-то вглубь квартиры. Поэтому, конечно, всегда стараемся располагать их в непосредственной близости от входа, где удобно этим пользоваться. Еще мне очень нравится, как на этой белой стене выглядят двери скрытого монтажа. Они очерчены черным, как вы нарисовали. Да, мы сознательно выбрали коробку с черным торцом, потому что, опять же, это добавляет графики. Даже когда дверь приоткрыта, это становится эффект еще более интересным. И это действительно очень аккуратное очерчивание. Если бы это были хромовые торцы, как они идут по умолчанию, то они бы сразу начали выбиваться из нашей цветовой гаммы, потому что хромового у нас практически нигде нет. Свет мы делали шинопроводом, опять же, для того, чтобы можно было направить светильники куда угодно. Это еще также удобно тем, поскольку потолок у нас, как вы помните, бетонный. Шинопровод очень выручает в этом случае, потому что подводку к нему мы делаем только в одном месте, а сама шина может быть длиной до бесконечности. И она является таким распределительным треком, на который уже устанавливаются светильники. Поэтому можно взять на заметку, что если не хочется понижать потолки, если есть ограничения по количеству выводов, то смело использовать все шинопроводы. Очень выручают. Во всех влажных точках у нас есть система датчиков Нептун, которые в случае попадания воды, даже минимального, при затоплении возможного, они сразу блокируют все краны в гребенке. Это очень удобно, это позволяет сократить количество затоплений и успокаивает нервы и облегчает жизнь. Все подробности про эти датчики будут в ссылке к описанию, к данному видео, поэтому почитайте, изучите. Ванная комната, сколько она метров? Небольшая, порядка двух с половиной квадратов. Но все равно уместилась все, даже постирочная зона. Давайте пройдемся по зонам, поподробнее про них расскажем. И по отделке, наверное, даже с нее начнем. Ну, опять же, по отделке, как мы уже говорили, у нас все минимизировано. То есть пол тот же самый, что на кухне, в прихожей, на балконе. И это дает отсутствие стыков, что приятно на границе дверей. Подиум выполнен строительным исполнением. Ну, важно сказать, что мы убрали ванну и заменили на душевую. Именно это и позволило разместить максимальное количество функций в таком небольшом помещении. Единственный нюанс, что высота подиума получается во вторичке всегда довольно высокая. Это связано с уровнем врезки в канализационную трубу. Потому что для ванны она всегда делается выше. А когда ты хочешь сделать душевой поддон, приходится поднимать всю эту историю. Но, тем не менее, это все равно ниже, чем бортик ванной. И, в общем-то, не должно доставлять каких-то сложностей. А плюсы, очевидно, экономия места и стиральная машинка у нас поместилась. И, опять же, возвращаясь к вопросу, почему мы немножко заузили окно между ванной и кухней. Как раз-таки потому, что подиум поднялся. Нам важно было установить ограждение поверху плитки. И именно из-за этого мы немножечко поджали уровень окна. Ну, и подвесной потолок тоже опустил. Основную часть. Долгостойкая краска, которая предназначена для влажных помещений. И я бы сказала, что этот цвет не сильно давит, потому что все-таки есть большие плоскости светлые. То есть, это та же самая плитка, которая у нас на фартуке. Она встречает нас и в санузле. И за счет этого контраст темного и светлого, он скорее выглядит интересным и не давящим ни в коем разе. А, наоборот, очень уютным, обволакивающим и расслабляющим. Настя, не хотелось оставить ванну? Нет. Нет? Удобно в душе? Да. То есть, запрос был от тебя такой? Ну, как бы это было предложение, я согласилась, посчитав его разумным. Удобно, Поля, зато влезло... Ну да, это всегда поиск решения, окончательно, вот всегда компромисс, когда на одной чаше весов функция, которую ты получаешь взамен, а на другой, ну, даже привычки, если уж они и есть, то все равно выбираешь больший функционал. Вот, кстати, тот самый полотенцесушитель. Очень необычно получилось. Да, то есть форма 60-х годов, мы просто покрасили ее в цвет стен, эту трубу, и, в общем-то, свою функцию он тоже прекрасно выполняет. Анастасия сказала, что ей удобна вообще эта форма, потому что можно повесить что-то большое довольно быстро, не нужно целиться в лесенку, так называемую. Быстро высушивается пространство внутри санузла, ну и мы решили, раз уж мы оставляем чугунные батареи, почему бы не пойти на такой необычный ход и не сохранить визуальную форму историческую полотенцесушителя. Выглядит очень классно. У нас влезла узкая стиральная машина 45 см глубиной, это связано в первую очередь с тем, чтобы можно было открыть створки и удобно попасть внутрь душевой кабины. Над стиральной машиной у нас навесная система из полок с подсветкой, на которых можно удобно расположить косметику или стиральные порошки. Все, что связано с моментом пребывания в ванной. Ну, соответственно, по центру у нас расположена раковина с тумбой. Мы немножечко подрезали ящики, чтобы они открывались, не задевая трубу. Сделали тут такой фальш-короб, который при закрытых фасадах вообще не очевиден. По сценарию освещения у нас их два. То есть, первый это потолочный свет, четыре точки, и второй это подсветка в стеллаже над стиральной машиной. Можно при желании оставить только ее, и тогда будет такой мягкий рассеянный свет. Ну и опять же, то самое окно, которое при выключенном свете все равно дает нам достаточное количество освещения, чтобы помыть руки быстренько, не тратя время на включение света. Также у нас есть вентилятор в углу для того, чтобы после того, как принимаешь душ, быстренько привести микроклимат в соответствие. Это санузел. Он здесь и был раздельный, поэтому все так и оставили. По цветам он такой же, как и ванная. Здесь мы зашили под панелью из ЛДСП хранение какое-то? Нет, там не хранение, тут всякий бойлер для воды и гребенка, с помощью которой можно управлять. Который может управлять водой. И подвесной унитаз. Собственно, все. Ну и вентиляция, вижу. Да, и вентиляция. Здесь из необычных решений, что саму инсталляцию мы также зашили панелью из ЛДСП, и чтобы она не намокала, не разбухала, потому что зачастую, когда мы моем пол в санузле или там, не знаю, что-то пролилось, чтобы не намокало нижний край, мы сделали там участок скрытого плинтуса, как во всей квартире, для того, чтобы обеспечить вот этот вот такой зазор. Собственно, это в кухне, она абсолютно небольшая, около 6 квадратных метров, но в нее удалось встроить все, что необходимо. Также была сделана ниша под холодильник. Вот это, кстати, очень необычное решение, я, честно говоря, такое в первый раз вижу, да, почему решили в холодильник все равно отдельно стоящий, но как-то обрамить какой-то нишей. Да, это такой своеобразный, как называл мебельщик, домик для холодильника. На самом деле мы это сделали для того, чтобы была более интересная и правильная стыковка столешницы, которую мы организовали в уровне подоконника, тем самым расширив рабочую зону оперативную. И было бы странно, если бы эта столешница приходила просто в торец холодильника, да, как оборудование. Поэтому возникла идея поставить вертикальную стенку, ну и, соответственно, уже было логично ее замкнуть, чтобы просто она устойчиво стояла. И в итоге эта стенка у нас тоже непростая, она с определенной функцией. По сути, это такая меловая доска, которая у нас получилась и тоже не вполне тривиальными способами. Изначально мы думали, что мы просто покрасим и как бы сделаем такое меловое покрытие, на котором можно будет писать мелом. Но, опять же, жизнь внесла свои коллективы и, кстати, очень удачные. Нам мебельщик посоветовал заменить эту поверхность на черный пластик. И мы с удивлением для себя обнаружили, что существуют маркеры, стирающиеся, которые прекрасно пишут на этом пластике. И, в общем-то, мы решили довольно бюджетно нашу задачу, которая перед нами стояла. Это обычное, получается, ЛДСП, да, и какое-то специальное покрытие на нем? Или как у всех? Нет, это просто пластик черного цвета. Просто на черном контрастно виден белый маркер. Я не знаю, есть ли меловые маркеры других цветов, наверное, есть. Поэтому, в целом, можете писать на любой поверхности. Главное, чтобы она была довольно-таки однородна, чтобы воспринимались буквы и рисунки. Интересно. А, Настя, пользуешься таким? Да, иногда. Что-то записываешь? Да, ну, что-то такое повседневное, небольшое. Меню на один писать или какие-то себе заметки, напоминания. Здорово. Ну, давайте пройдемся дальше по кухне с точки зрения зон. Да, вот мы сейчас стоим около такой своеобразной барной стойки-подоконника. Это место для завтраков. Да, то есть здесь можно поесть и также это используется как рабочая зона. А сколько в глубину получилась она по сантиметрам? Ну, порядка 45 сантиметров мы не стали делать ее шире, потому что у нас бы тогда сокращалась площадь использования выдвижных ящиков. Они и сейчас немножко у нас перекрываются подоконником, но, в принципе, удобно туда залезть и все равно что-то поставить. Чем больше бы мы выдвигали сюда столешницу вперед, тем больше была бы мертвая зона верхних ящиков. Ну, и, соответственно, и в нижний тоже не очень удобно было бы залезать. Поэтому мы нашли как бы такой компромисс. А еще, кстати, один из моментов, почему мы ее сделали поуже, потому что мы также пытались попасть под стандартную ширину столешницы, ЛДСП, опять же, чтобы немножечко выиграть за счет бюджета. То есть, чем уже столешница, тем она дешевле. Соответственно, этот момент мы тоже учитывали при принятии решения. А из чего сделан сам кухонный гарнитур? В принципе, это тоже ЛДСП у того же производителя. Здесь еще довольно интересные торцевые ручки, так называемые. То есть, в принципе, в советских гарнитурах, если помните, тоже использовалась такая же история. Но, опять же, секрет в том, что эта ручка где-то в два раза дешевле аналога иностранного, которые часто ставят на кухне. И при этом она не завышает высоту фасада. Потому что вот эти профильные ручки зачастую мы вынуждены поднимать высоту столешницы, чтобы она поместилась. А у нас высота была привязана к подоконнику, поэтому... Хотя мы тут немножечко сократили окно. То есть, окно у нас, насколько я помню, чуть-чуть по высоте сократилось, чтобы вот эту единую плоскость получить. Кстати, у нас был один проект, где девушка восстановила советскую кухню. И там были ровно такие вот ручки, о которых ты сейчас говоришь. Ручки этой кухни я решила оформить по-разному. И на верхней части гарнитура я их покрасила. Обязательно хорошо грунтуем, тогда от металла краска не отваливается. А на нижней части гарнитура я решила оставить родной алюминиевый цвет, как мы помним его из детства. Цвет такой выбрали яркий, да, для фасадов кухонных. Да, у нас этот же цвет потом мы увидим в других помещениях, в квартире и в санузле, и в ванной. И нам показалось, он очень такой насыщенный, интересный. И в сочетании со светлым верхом кухонным, плюс еще с профильным стеклом, который также, кстати, дает такой небольшой зеленоватый оттенок, потому что это неосветленное стекло, и мы его сознательно применили. Ну и дополняется это центральная люстра, у которой также оттенок бутылочного стекла. И все это завязывается в единую историю. Люстра очень интересная. А у меня, кстати, возник вопрос. Я вижу, что сделаны как резьба такая, да, обычно это под холодильниками встроенными делают такие решетки, чтобы туда выходил воздух, когда нагревается. А здесь была вентиляция на кухне? А это вентиляция просто. Это, естественно, вентиляция, да. Потому что мы сейчас запрещено в домах с газом подключать вытяжку напрямую к системе вентиляции. Противопожарные требования это запретили. Поэтому теперь мы оставляем естественную вентиляцию, потому что там была вытяжная решетка, но поскольку у нас было желание до потолка сделать шкафчики, то мы применили вот такую систему. То есть там у нас, по сути, есть небольшой зазор между верхом шкафа и потолком, который мы закрыли верхним цоколем и сделали в нем решетки вентиляционные, благодаря чему воздух беспрепятственно циркулирует. И про фартук хотелось спросить. Такой классический кабанчик, да, всегда хорошо выглядит. Да, беспроигрышный вариант. Да, это действительно такое очень тоже бюджетное, но при этом очень убедительное решение, которое всегда актуально и очень аккуратно выглядит. И сделали бортик между столешницей и фартуком, да, хотя это такое спорное решение. Многие дизайнеры спорят делать это или не делать. Кто-то считает, что это вообще такой мовитон среди дизайнеров, а кто-то вообще считает, что ничего такого в этом нет. Мне, честно говоря, он нравится, потому что, мне кажется, он добавляет графичности здесь. Ну, во-первых, это действительно графичность. Во-вторых, он перекликается с молдингом и с черными деталями, которые у нас на кухне присутствуют. А еще один момент, что все-таки, когда мы выбираем мелкоформатную плитку на фартук, у нас довольно много зазоров. Да, то есть решение, когда отказываются от плинтуса, оно скорее связано, когда у нас тут минимум швов, это широкоформатный керамогранит или там хотя бы метр двадцать на шестьдесят. Тогда у нас ничего не будет забиваться. А при такой плитке у нас будет очень много стыков, которые потенциально будут служить местом для накопления всего чего угодно. Да, а если загерметить, например, вот эти вот все мелкие? Или это со временем все равно? Ну, герметик все равно пачкается, все равно оседает жир, и довольно сложно все это поддерживать в чистоте. Тем более плитка белая, колешница белая. Поэтому нам показалось, что это такая небольшая дань практичности, которая в целом нам придала графичность. Почти стишок. Ну и давайте посмотрим по хранению. Что внутри? А, ну внутри здесь всякие, здесь всякая мелочь, ножницы, здесь всякие крупы, приправы хранятся. Все красиво деконтировано в баночке. Да, чтобы потом не искать и не рассыпаться. Здесь кастрюли, запас губок для мытья посуды. Здесь, собственно, сковородки. Более глубокий такой речек. Это духовка с функцией микроволновки. Ну, кстати, хотела спросить про такое решение. Кто-то говорит, что они дороже, вот эти вот духовки с функцией микроволновки, и где-то что-то проигрывает. Либо духовка, либо микроволновка. Как она в использовании? Мне нравится. Ну и к тому же в кухне 6 квадратов метров все-таки не всегда стоит выбор. Либо у тебя есть микроволновка, либо нет, либо вот такой прибор, который совмещает в себе обе функции. Духкомфорочная газовая плита. Ну и там, соответственно, для мусора. Как обычно, подраганное. И всякие моющие средства. Здесь. Хранение посуды. Да, решение посушки. Сушка для посуды. Ну и такие полочки. Здесь вот чай стоит для прибора и для специй. Заварочный чайник. Ну и в смысле все. Ну как бы такая система быстрого доступа. И при этом. Я вижу, что труба газовая, она получается идет как бы за ящиком. Доступ где-то к ней. У нас газовая труба проходит за этим стеллажом. Он немножко занижен, ну в смысле зауженной глубины. Специально для того, чтобы там образовался канал, для того, чтобы прошел стояк. То есть в случае чего, если вдруг оперативно нужен доступ к стояку, мы ничего не разрушаем, мы просто вынимаем эту часть стеллажа. Если что-то нужно, там перевариваем стояк. Ну то есть он не зашит внутрь стен, что важно. То есть этот стеллаж сделан, чтобы скрыть как раз таки газовую трубу. Такое интересное решение. Да, все верно, да. Но в то же время вот сохранился доступ непосредственно к газовому крану и вот к этой гибкой подводке, что они требуют. А горизонтальную подводку, вот этот цоколь мы тоже сделали не случайно. Во-первых, мы поддержали высоту вытяжки встраиваемой, но он нам также нужен для того, чтобы скрыть горизонтальный участок трубы, который идет к основному стояку. То есть мы постарались минимизировать видимую часть газового крана. У нас еще на самом деле было решение по шкафчику, который вообще закроют. всю эту историю и добавят еще немножко хранения. Но немножко не получилось срок его установить. Мы его на следующей неделе планируем или на этой обязательно доделать. Я вижу, там еще подсветка, да, есть рабочая поверхность. Я сначала не поняла, что это. Ну, тоже такой довольно яркий нейтральный свет, который позволяет хорошо осветить рабочую зону. И, конечно, хочется спросить про это окно. Да, окно было изначально здесь в плане между... Оно глухое не открывается, как и в советском советском. Да, в советском советском оно глухое не открывается. А сколько оно получается по ширине? Мне кажется, обычно они были больше, или вы прям сохранили его размеры? В общем, это связано с высотой оборудования в ванной комнате. Мы немножечко его занизили. Ну, как бы, заузили, скажем так. Но, тем не менее, он и придает деталировку этой стене довольно большой. Ну, и главное, что дневной свет попадает внутрь ванной. Вы про пол еще ничего не сказали здесь, да? Что на полу? Керамогранитку, по-моему, здесь нет, да? Да, у нас, на самом деле, ограниченное количество серий плитки для квартиры. И мы, в принципе, рекомендуем это для небольших помещений. Эта же плитка у нас встречается на балконе и в прихожей. То есть, это практичная плитка с минимальным количеством швов под бетон, имитирующая бетонную поверхность. И, в общем-то, это, поскольку у нас единая зона, перетекающая одна в другую, то это более чем логично в нашем случае оказалось. Да, мне нравится, как он идет прямо по этим всем зонам, мокрым, грязным, условно говоря. Да, даже в санузле и в туалете у нас та же самая плитка. Ну, да, это чтобы мыть было удобно. И вопрос еще, чем сделан стык между инженерной доской и плиткой? Стык сделан герметиком цветным под цвет, потому что важно обеспечить такую амортизацию швов, потому что дерево, даже паркетная доска, все равно хоть минимально, но реагирует на перепады влажности. Поэтому очень важно, чтобы она не встала домиком, делать этот шов максимально упругим. Ну, в данном случае мы решили, что герметик под цвет дерева максимально эту функцию выполнит. Интересно, решили откосы в окне. Тут и розетка, и бра. Очень удобно. Да, действительно, мы постарались сделать это мини-место очень функциональным. Тут можно и поесть, можно и поработать, и можно вечером почитать книжку при уютной атмосфере. Еще я вижу ролл-штор, или как они правильно называются, они под заказ были сделаны? Да, их тоже под заказ сделали. Да, и мы очень долго выбирали оттенок, потому что важно было, как ткань работает именно на просвет, чтобы она максимально совпадала по тональности, по цвету с существующими цветами, которые были в фасадах и в обивке. И на самом деле, чтобы окно откидывалось, ну, как бы рулонная штора, она наиболее удобна и не занимает места, и позволяет полностью пользоваться окном. Она же монтируется, по-моему, если не ошибаюсь, прямо в пластик, да, прямо в окно. Да, там два небольших крепления, которые не нарушают при этом свойства окна, герметичности, вот, и она вместе с рамой как такое единое целое. У InMyRoom есть свой уютный телекрам-канал, в котором вы найдете классные идеи для интерьеров, скидки акций от партнеров, а также анонсы выходов новых видео на Ютубе. Ссылку на телекрам-канал мы оставим в описании к этому ролику. Ну и давайте по зонам, да, здесь пройдемся. Расскажите тоже, как здесь было до, как раз-таки про стену мы поняли, да. То есть, получается, здесь была очень маленькая какая-то комната. Да, она была небольшая и узкая, как вагон. Да, и как раз, чтобы это ощущение снивелировать, мы расширили вот этот проем, то есть вместо стандартного дверного полотна у нас теперь довольно большая арка, то есть мы как бы стерли границы коридоров и с той стороны, и с тыльной стороны, для того, чтобы максимально воздух ощущался, чтобы мы не чувствовали себя зажатым в узком пространстве. И поскольку этот проем расположен напротив дивана, то сидя на диване, мы не в стену смотрим. У Анастасии, к счастью, не было запроса на телевизор. Вот, поэтому мы смотрим как бы на светлую стену, на пространство, и, в общем-то, это во многом, мне кажется, повлияло на восприятие. Расскажите про отделочные материалы здесь. В принципе, для всей квартиры мы использовали такую дизайн-схему единую, да, это покраска стен. В основном это три основных оттенка. Это изумрудный, это бордовый и вот такой теплый серый, в котором очень много красноватых оттенков, как раз-таки, чтобы эта гамма была такой единой, обволакивающей, очень уютной. Краска моющаяся, и, опять же, темный цвет, он, в принципе, скрывает какие-то огрехи, поэтому в этом тоже один из плюсов темной гаммы цветовой. А что на полу? Инженерная доска. Это дуб, да? Да, это очень хорошее качество. На самом деле, мы нашли его на складской программе, это были остатки, но поскольку площадь квартиры небольшой, нам удалось и сэкономить, и постелить доску премиального бренда. О, то есть получается, это такой совет, да, для тех, кто хочет инженерную доску, но не хочет переплачивать. И на сколько получилось сэкономить? Ну, процентов на 30-40 относительно розничной цены. Ничего себе, это очень приятно. Да, бывают такие слоты, их надо отлавливать. Не всегда есть возможность выбрать цвет при этом, но нам повезло, и был именно тот оттенок, который нам идеально подошел. И сколько получилось один квадратный метр по стоимости? Если не ошибаюсь, порядка двух с половиной тысяч, но новая доска этого бренда стоит раз в два дороже точно. А что-то достраивали или просто убрали стену? Мне кажется, что она такая широкая, либо это какая-то внесущая часть? Ну, мы достроили, например, вот этот простенок, чтобы скрыть торец прихожей, чтобы это смотрелось, как интегрированная внутренняя мебель, а в целом больше мы ничего не достраивали. Остальное мы решили мебелью, текстилем, и, в общем-то, все. Ну, по зонам давайте пройдемся, да, какие зоны здесь, в этом помещении? Ну, здесь вот небольшая обеденная зона, рабочая зона и диван. А диван раскладывается? Да, но я его использую в таком виде, в сложенном. И здесь, конечно, мне кажется, центральная такая зона, которая притягивает внимание, это вот эти полки, да, то есть, видимо, очень много книг у Анастасии. Да, очень много книг, но книги еще я пока не перевезла со склада, поэтому, ну, вот полки пустые, и тут немножко книг, в принципе, есть. Вот очень много должно книг разместиться. Может, есть какая-то статистика? Сколько их? Ну, здесь могут также быть вазы, декоры и скульптура, все что угодно, не обязательно все. Если останется место. А так вот полки планировались с расчетом того, что на них придется ставить всю библиотеку всемирной литературы, это порядка двухсот томов. И на самом деле этот шкаф, он тоже стеллаж, он интересен тем, что он нам помог обыграть еще одно ограничение, которое часто можно встретить в Брежневках, это несущие балки, которые проходят и еще ниже занижают локально высоту потолков, но, тем не менее, благодаря этому больше возможностей по перепланировке в основной части квартиры, потому что можно убрать ненесущие перегородки. И, в частности, мы сделали этот стеллаж под балку, тем самым мы интегрировали балку в дизайн, как бы в общий вид этого шкафа и стеллажа, и, по сути, она перестала быть каким-то давящим элементом, под который приходится подстраиваться, а стала таким логичным завершением, таким антаблементом над стеллажом и тоже дала такой интересный эффект. И, кстати, еще хотели поделиться лайфхаком по экономии. Мы не делали заднюю стенку в этом стеллаже. Хотела спросить. Да, мы просто покрасили локальный участок стены в цвет, близкий к образцу ЛДСП, который мы выбрали. Для того, чтобы это все смотрелось единой системой, но это гораздо более дешевый способ, нежели заказывать заднюю стенку у самого стеллажа. А сам стеллаж из ЛДСП по твоим чертежам, наверное, сделан? Плюс еще подсветка такая достаточно яркая. Да, поскольку это самая удаленная от окна стена, нам все-таки хотелось, чтобы она тоже несла к себе какой-то притягательный световой эффект. Поэтому мы предложили Анастасии подсветить эту историю. Во-первых, удобно выбирать книгу. Ты всегда видишь, что именно. Можешь даже полистать при таком освещении и убедившись, что это именно та книга, которую ты хочешь с собой взять, уже от него отходить. Очень интересно выполнена рабочая зона. Да, нам высота подоконников позволила довольно удачно организовать рабочую зону здесь, около окна. И единственное, что чуть-чуть узковато, низковато получилась часть от пола до низа ящиков, потому что мы хотели максимально зону хранения здесь сделать, да, и чуть-чуть, ну, как бы так, на пределе. Но в целом, когда я сажусь, вот вполне, вполне комфортно на стандартном стуле, то есть, в общем-то, очень даже. А из чего сделана сама конструкция? Она тоже под заказ? Да, это тоже под заказ сделалось, я так понимаю, тоже из ЛДСП. Да, мы на самом деле хоть, ну, как бы старались как-то разумно использовать бюджет, и, в общем-то, у нас есть такой производитель, который делает из ЛДСП довольно быстро, вот, и, в общем-то, по цене тоже выигрышно относительно, там, московского рынка, это производитель из региона. То есть, вот эти вот, как раз я вижу, радиаторы, которые удалось сохранить. Покрасили их в тот же цвет, что и стены. Да, на самом деле, радиаторы очень здорово начинают играть, когда они в каких-то темных оттенках, потому что, в принципе, да, очень интересная пластика советского радиатора, плюс и надежность тоже, ну, до сих пор чуть ли не превосходят современные модели, плюс они максимально подходят к отопительной системе, которая в наших домах существует. То есть, они не загрязняются, не засоряются, поэтому здесь такое сочетание, да, и выразительность, и практичности. Окна меняли, но не менялась ни ширина, ни высота оконного проема, то есть, просто новая оконная рама. И мы сделали окна с ламинацией, чтобы они совпадали с общей стилистикой квартиры, плюс там есть небольшое тиснение под дерево, поэтому они выглядят максимально эффектно. Еще касательно цветовой гаммы квартиры, хотела добавить, что мы активно использовали графику черного металла, который у нас возникает, то есть, он возникает в светильниках, в люстре, в бра, которые мы применили, и также в скрытых плинтусах, которыми мы подчеркнули нижнюю границу, стык стены и паркетной доски, и, в общем-то, это тоже придало такое минималистичное, эстетичное решение. Да, стильно выглядит, действительно. Стильный образ. А я еще хотела спросить про глубину ящиков, которые получилось делать в районе подоконника, они, наверное, на всю глубину, да? Да, они небольшие, потому что у нас же на самом деле только вот этот простенок, то есть, мы имели возможность встраивать выдвижные ящики только в него, потому что там у нас еще идет батарея, ну, как бы, и, в общем-то, та часть, которую уже не стоит задействовать, поэтому они небольшие, но, в общем-то, на самом деле даже удобно, когда ящик неглубокий, потому что ты в один ряд все вставишь или там несколько, да, все на виду и, в общем-то, достаточно. Зато вот эти ящики полноценны, то есть вполне можно в них всю систему хранения осуществить. Ну, и давайте поговорим про сценарий освещения в этой зоне, да? Какие получились? Ну, здесь люстра, бра рядом с дивана и две такие вот интерьерные подсветки на стенах. Ну, и, конечно, в полочке. Да, в полочке подсветка полок тоже. Настольная лампа. Ну, в общем-то, такое оптимальное количество световых сценариев, которые позволяют настроить освещение в зависимости от настроения и от того занятия, которое в данный момент предпочтительнее организовать в этой зоне. Подписывайтесь на все площадки, где есть InMyRoom. Там классные идеи для интерьеров, ремонтов и не только. А если вы хотите стать участником следующего рум-тура, то присылайте фотографии своих готовых интерьеров вот на вот эту вот почту. Давайте пройдем дальше в другую комнату и я хочу сразу спросить, что это за занавески? За занавесками у нас гардеробная. Давайте пройдем посмотрим. И нету двери. Нигде между комнатами нет двери. Почему такое решение у вас здесь? Показалось, что они много места занимать будут. В общем-то, они не нужны, потому что котик тоже, да, он все равно предполагалось бы, что все двери всегда все равно будут открытыми. И в любом случае любая дверь, она съедает пространство и по высоте, любой проем сдает какие-то рамки. Нам этих рамок не хотелось, поэтому, в принципе, приватность достигнута. Давайте поговорим про спальню, по цветовым решениям здесь новый цвет. Да, это тот самый третий цвет дополнительный. Изумрудный присутствует у нас в обивке кровати и в пуфике. И тот же самый серый, только чуть-чуть посветлее, который нас встречал в гостиной, здесь он становится более легким, уступая пальму первенства цвету в отголовье кровати. Давайте, наверное, пройдем в самое интересное место, это гардеробная. Почему решили ее сделать такую в занавесках? Да, с ней у нас связана одна история. Изначально по проекту мы предполагали, что здесь будет стоять остекленная перегородка, мы даже запроектировали своеобразный витраж, чтобы это было красиво, но мы не учли того, что бюджет реализации этой затеи оказался довольно-таки высок, и, в общем-то, уже не входил в наши планы, поэтому мы решили ограничиться таким очень доступным приемом, это текстильная перегородка, то есть мы заказали карниз, его сделали по нашим размерам, шторы тоже были сшиты на заказ, и это позволило максимально эффективно создать красивые складки, подогнать высоту под высоту помещения, и, в общем-то, та функция, которая стояла бы и перед стеклянной перегородкой, она выполняется, плюс текстиль, он более уютный, более мягкий, и, в общем-то, гораздо дешевле. И у меня сразу вопрос, наверное, предвосхищая комментарии наших зрителей, про шторы и пыль, да, не собирают ли пыль шторы, не каким-то образом, не усложняют ли эту уборку здесь? Нет, нет. То есть удобно, да? Да. И что было до? То есть здесь была какая-то, наверное, перегородка, да? Изначально планировка в спальне была другой? Нет, она была точно такая. То есть тут не было стены никакой? Не было. единым помещением? Да, это была комната, просто входная дверь была. А, ну просто убрали входную дверь, и все? Ну давайте зайдем, посмотрим в гардеробную, как она устроена. По сути, у нас здесь система гардеробной, которая на металлическом каркасе крепится в распор между потолком, бетонным и полом. Это довольно удобно, потому что позволяет избежать боковых стенок, которые очень часто перекрывают доступ к вещам. Поскольку у нас два угла в гардеробной, нам это было критично важно, чтобы не было дополнительных плоскостей, которые усложняют доступ к вещам. И по центру у нас под балку, опять же высотой под ту самую балку, которая у нас проходит через всю квартиру, вставил вот такой удобный стеллаж для сумок, для кофров, в котором можно хранить все что угодно. И в общем-то две секции с тремя выдвижными ящиками, которые всегда полезны. Система вешал, на которых мы можем разместить верхнюю одежду, штаны и прочее. Здесь, кстати, в спальне еще добавился цвет матовой латуни, который немножко всю эту цветовую схему, которая у нас по всей квартире распространилась, делает более мягкой, ну и такой более бодуарной, скажем так. Тумочки черного цвета, потому что не хотелось вводить новых оттенков дерева, но при этом хотелось иметь их в темном исполнении, потому что так они больше растворяются в пространстве и перекликаются с остальными элементами черного цвета. Пуфик у нас точно такой же обивки, как и на кровати. Мы попросили сделать на производстве темные ножки, чтобы, опять же, не было лишних цветов. Да, над кроватью мы повесили постеры. Очень хотелось нести сюда какую-то акцентную деталь, яркую, необычную, немножко такого хулиганства отчасти. И тоже мы следили за тем, чтобы в постерах были оттенки зеленого, чтобы перекличка была с кроватью. Ну и вариации на тему такой теплой розовой бордовой гаммы, плюс графика и какая-то идея. Я вижу, что здесь есть балкон, мы про него изначально не сказали. Да, да, да. Давайте про эту зону поговорим. Ну, прежде чем мы дойдем к балкону, мне кажется, есть смысл еще остановиться около подоконника, потому что с ним мы тоже сделали небольшие фокусы. В частности, мы увеличили его глубину, сделали тут навес где-то примерно 10 сантиметров, скруглили угол, чтобы не травмироваться при выходе на балкон. И у нас получился такой мини-будуарный столик с пуфиком, где можно сесть, поставить косметику или даже просто почитать вечером книгу, то есть мы его функцию немножко пересмотрели. А сколько глубину получился, если мы увеличили на 10? Ну, здесь, наверное, порядка 50 сантиметров найдется. А из чего он сделан? Он сделан также из ЛДСП, тот же самый материал, который мы применили в гардеробной. Просто толщина у него больше. Балкон маленький, он где-то полтора метра. Его облагородили, также его покрасили в серый цвет, положили такую же напольную плитку, как в коридоре и на кухне и сделали освещение. А что планируется там в будущем? Ну, вообще, планируется сделать там небольшой стеллаж для хранения. И раньше планировала я еще сделать какое-нибудь мягкое сидение, чтобы можно было посидеть. Я вышла на балкон и посмотрела там совсем узко. Ну, как бы, вот оно... Ты с нами согласен, друг? Да, что-то хочу я сказать. На балкон скажи. У меня планы на балкон. Делайте мягкий пуфик, и я буду на нем сидеть. Скажи, я за ним буду сидеть. На лежанночку. Да. Ну, и осталось у нас освещение в этой комнате обсудить. Ну, по освещению это довольно классическое решение. Центральный светильник, опять же, к которому мы делали подводку в штукатурном слое. И два бра для чтения, которые расположены над тумбочками. Их можно повернуть в сторону кровати и, соответственно, настроить удобное освещение. Ну, и дополняет сценарий освещения в спальне подсветка гардеробной, которая выполнена. И, в общем-то, можно даже оставить свет только в гардеробной, и он будет создавать такое мягкое освещение практически во всей квартире, потому что шторы пропускают немного света и такой светящийся куб, который может тоже быть отдельным сценарием световым. Если вы вдруг не знали, у InMyRoom есть еще и подкасты. Уже второй сезон, где мы обсуждаем разные интересные темы. Ссылку на подкаст мы оставим в описании к ролику. Вот и подошел к концу наш небольшой рум-тур по квартире. Надеюсь, что вам понравилось. А если вдруг у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях к этому видео, мы обязательно вам ответим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok